Уважаемые друзья, дорогие товарищи! Уважаемые друзья, дорогие товарищи! Но, к сожалению, в нашей стране установилась диктатура и авторитарный режим, который нарушает Конституцию. Абсолютно нарушает. Мы знаем работу Сергея Геннадьевича Левшенко в Иркутской области. Его выбрал народ, избиратели Иркутской области. Какое имеешь право, господин президент Путин, вынуждать его подписать отставку? Какое? По Конституции он должен пять лет отработать, пойдет или не пойдет на следующий срок. Это дело партии Левшенко и избирателей Иркутской области. Правильно? Какое право вы имеете накатывать всеми силами, этими же сволочами, на прекрасного руководителя Грудинина, на совхоз Ленина и уничтожать это прекрасное предприятие? Какое право? По какой Конституции? Я прекрасно понимаю. И мы с вами уже не один раз, товарищи, видели это. Как только руководитель, созидатель уходит или его уводит, занимая должности, туда вливаются воры, жулики и начинают растаскивать и разворовывать и бюджет, и народное хозяйство. Все. Вот Иркутская область. Сегодня я прогнозирую, придут опять черные лесорубы и будут вырубать этот лес и по корнаванам рассовывать в бюджет. Ничего не будут носить. Они будут восстанавливать то, то те порядки, которые были до Левшенко. Для этого туда послали другого исполняющего обязанности. Я убежден, что после того, как поработают исполняющие обязанности, доходная часть бюджета будет съеживаться, как шагренево кожа. А Левченко ее за 4 года удвоил в плюс. Созидатель. Я убежден, что сюда хлынут эти олигархи для того, чтобы опять навяливать налоги, разорвут энергетическую систему, доберутся до Байкала, до воды и все будут таскать в личные собственные карманы. Кто это сделал? Я говорю свое мнение. Я считаю, что рыба гниет правильно, с головы, но чистит ее с хвоста. Я считаю, что вину в том, что Левченко сегодня отстранен, я считаю, отстранен от занимаемой должности незаконно, неконституционно. Повинен президент Российской Федерации Путин. Повинен, повинен премьер-министр Медведев. Это их команда, это мое мнение, это их команда довела страна до нищеты. Это их команда довела до того, что больше половины граждан Российской Федерации нищие, нищие. Это их команда внедрила закон о повышении выхода возраста на пенсию, преступный закон. Это их команда довела до того, что у нас каждый год не меньше 17% безработных. Это их команда довела до того, что у нас более 50% молодых людей готовы выехать из России насовсем. Это их команда уничтожает малые и средние предприятия в три раза сокращаются и разбегаются больше малых и средних предприятий, чем создаются. Это их команда ведет страну к погибели, к разорению. Это их команда вывозит наши деньги за рубеж больше годового бюджета. Их команда через офшорные зоны целый годовой бюджет растаскивают. И это их команда ничего не делают с теми, кто ворует взяточников, жуликов, прикрывают. Примеров миллион. Я считаю, и это мое мнение, что пришло время озвучить лозунг, который в народе давно перезрел по всей стране. Лозунг отставки Путина и отставки Медведева. Поддерживайте это. Давайте скажем, если вы поддерживаете на всю страну. Путин, Медведев в отставку. Путин, Медведев в отставку. Путин, Медведев в отставку. Путин, Медведев в отставку. Мы партия созидателей. У нас есть своя программа. У нас есть прекрасные примеры руководящих органов из наших кадров, которые созидают. Возьмите любого губернатора Коновалова. Возьмите Клычкова Андрея Евгеньевича, нашего товарища. Возьмите Локовина Андрея Евгеньевича, мэр Новосибирска. Сергей Евгеньевич Левченко, все созидатели, все работают с положительными показателями социально-экономического развития. Нужны такие Путину и Медведеву руководители? Нет, мы это видим. Нормальный руководитель, даже если бы устал Левченко, пригласил его в Кремль и сказал, Сергей Георгиевич, время тяжелое. Ты показал хорошие результаты. У тебя бюджет удвоился. У тебя не воруют лес. У тебя зарплата бюджетникам повышается. Ты более чем на 60% налогов принес в федеральный бюджет. Спасибо тебе большое и низкий поклон. И я тебя, Сергей Георгиевич, прошу работать губернатором Иркутской области. Вот что должен был сделать Путин на его месте. Но этого не произошло. Они его выдавили. Поэтому мы партия-созидатели, мы не экстремисты. Но вы посеяли ветер. Вы, Путин, Медведев, Единая Россия и вся команда, убрав Левченко, стараясь добить совхоз Ленина и Грудинина, вы посеяли ветер. Не мы, Компартия. Вы пожнете бурю. Поймите это. И это будет, если не остановитесь.